Общая молитва как ничто лучше сплачивает верующих. Молебен перед святынями Грузии в храме Тихвинской иконы Божьей Матери был каким-то особенно возвышенным, эмоциональным. Православные верующие чтят преподобных Гавриила, Сантоврийского и Серафима Саровского. Люди пришли в церковь, чтобы помолиться, спросить о чем-то важном, получить утешение и душевный покой. Я хожу в церковь, это наша церковь, наш приход, поэтому я была рада, что я сюда пришла сегодня. Путь преподобного Гавриила в православие начался еще в юношеские годы, а в 26 он принял монашеский постриг. К святому обращаются самыми разными просьбами. Считается, что по его молитвам люди обретают семью и детей, исцеляются от физических и душевных болезней. Серафим Саровский – русский православный святой. Он известен как скорый помощник. К нему обращаются, выбирая жизненный путь, о мере и согласии в семье, о душевном равновесии. Все эти вопросы настолько личные и внутренние, что после молитвы многие выходили из храма со слезами на глазах. Я поклонился святыням, купил иконки, приложил их. Я смотрю за мамой сейчас, то принесу ей иконочку, ей будет приятно. С большой радостью такой пластыни приложиться. Я был самым восторгом на храме. И сейчас приложилось ей такое ощущение. Очень тепло, ласка такая есть, Божья сила присутствует. Я читал про Гавриила, что это очень святой. Грузии его очень почитают. Поэтому решили вас. Такая возможность послушилась тоже обязательно приехать. Преподобный Гавриил Самтаврийский и Серафим Саровский известны своими многочисленными чудесами. Но действительно важнее всего для каждого верующего пример духовного подвига, которым стала жизнь каждого из них. А возможность прикоснуться к святыням – это шанс получить благословение на светлые и добрые дела. Святыни из Грузии будут пребывать в областном центре до 29 декабря. Храм для поклонения будет открыт с 7 часов утра до 9 часов вечера. Субтитры создавал DimaTorzok